Добрый вечер! 19 часов в Одессе. На новой Одессе новости. В студии Ирина Коробко и далее обо всем, что уже узнали наши корреспонденты. В карусели, митинги, скандалы в окружной комиссии и массовые фальсификации. В Первомайске завершились перевыборы на 132-м одномандатном мажоритарном округе. В результате губернатор Николаевской области регионал Николай Круглов опередил своего соперника кандидата от объединенной оппозиции Аркадия Карнацкого. Последний заявил, что представителю правящей партии удалось сфальсифицировать почти 5000 голосов. При этом в ходе всего голосования на избирательных участках было зафиксировано огромное количество нарушений. Претензии были также и к работе окружной избирательной комиссии. Кроме того, в течение ночи здания, где подсчитывали голоса, окружили несколько сотен человек, сторонников партии регионов, которые блокировали один из входов помещения. По данным ЦИК, после обработки 99% в бюллетене Николай Круглов набрал почти 48% голосов избирателей, в то время как его конкурент получил на 2% меньше. Мы знаем, что против дня очень много людей, засланы Кругловым, проводили так называемую технологию карусели по округу, пытаясь через подстранных людей кинуть додатковые бюллетни. Напомним, 15 декабря Верховная Рада назначила перевыборы народных депутатов в пяти округах Украины, в частности, в 132-м избирательном округе с центром в Первомайске Николаевской области. В Одессе сегодня снова митинговали около 50 человек. Жертв недобросовестности строительной компании «Альянс» в очередной раз пришли к одесской мэрии с единственным вопросом, когда же достроят их дома. Прохожие утверждали, протестующие перекрыли все три входа в мэрию и не впускали чиновников. О накале страстей в сюжете Дарьи Сидоровской. Как на работу инвесторы недостроев «Альянс» приходят под здание мэрии на протяжении 7 лет. Мы стучались, двери не мы перекрывали, перекрывали охранники, закрыли двери, ралеты опустили. И там, и здесь. То есть мы ходили, кричали, стучали, в окна кричали, шаломаю, брондуку. Как утверждают инвесторы недостроев, есть вариант завершения строительства домов. Однако он не устраивал чиновников, которые, по мнению протестующих, в таком случае не будут иметь доступ к бюджетным деньгам. Лишь год назад инвесторы получили зыбкую надежду. Выделили четыре застройщика на пять недостроенных объектов. Но строительные работы до сих пор не ведутся. Было решение по поводу составления смет. Год прошел, никто ничего не сделал. Сейчас люди собрались по поводу того, чтобы получить отчет за проделанный год. Докричались. Инвесторов согласился послушать заместитель мэра Кирилл Шаломай. Но результатами встречи инвесторы остались недовольны. Был звонок ВОКС, чтобы они там пошевелились и начали все-таки делать экспертизу. Сейчас они нашли там какую-то схему, которую они могут оплатить эту экспертизу. Это он нам пообещал. Типа, я нашел эти деньги, они уже есть. Если будут какие-то субвенции государственные, то мы уже будем полностью готовы по всем документам. Инвесторы продолжают роптать на городскую власть. Ведь положительных решений по достройке их домов так и не принято. Результаты экспертизы могут пригодиться только для формальных дотаций в местный бюджет из государственного. А тем временем одесситы продолжают ютиться по гостиницам, родственникам и съемным квартирам. Дарья Сидоровская, Олег Шпак, Новая Одесса. Неспокойный уикенд. За прошедшие выходные в Одессе прошло сразу несколько митингов, как в поддержку евроинтеграции, так и за таможенный союз. Своё да европейскому будущему на Приморском бульваре сказали около 500 человек. Митинг проходил по принципу свободного микрофона, без партийной символики. Многие присутствующие набросили на плечи флаги Европейского союза и Украины. В то же время по улицам города прошел альтернативный митинг в поддержку таможенного союза. Скандируя «Россия и Одесса – город-герои», демонстранты, большая часть из которых пенсионеры, успешно добрались до Думской площади, где планировали провести митинг. Однако попытка закончилась неудачей, так как в это время у здания мэрии монтировали новогоднюю елку. Осторожно, скользкие улицы. На углу проспекта Шевченко и улицы Семинарской столкнулись два автомобиля. Подтверждает ли очередная авария известную истину «тише едешь, дальше будешь» – знает Ксения Раздрова. Кто ехал на желтый, кто на зеленый, а кто на красный – разберется следствие. Никто из водителей пока своей вины не признает, перекладывая ответственность то на другого, то на скользкую дорогу. В результате столкновения никто не пострадал, в том числе и ребенок, который ехал в «Шевроле». Хотя очевидцы и вызвали на место скорую, пока водители автомобилей находились в шоке. Я видела, что он летит в меня, я это видела. Просто если бы я еще остановилась, это было бы мне в голову или куда-то. Я наоборот, так как я трогалась, у меня была скорость небольшая. Пока точно можно сказать, столько направлений и движения машин. «Форд» спешил по своим делам по проспекту Шевченко со стороны Гагарина. А «Шевроле» ехал со стороны французского бульвара по улице Семинарской. На перекрестке этой улицы и проспекта Шевченко автомобили и встретились. Согласно схеме ДТП и видеосъемке, где зафиксировано место удара, следователь, дознаватель выяснит причину и виновника ДТП. Для миниатюрного зеленого «Шевроле» столкновение закончилось печальнее, чем для массивного белого «Форда». Стекло на асфальте и огромная вмятина в боку. Вот результат спешки, из-за которой оба водителя сегодня везде опоздают. Ксения Ноздрова, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. А вот героям нашего следующего сюжета спешить просто необходимо. В Одессе подвели итоги девятого сезона национальной гоночной серии «Кубок Лиманов». В этом году украинский чемпионат по «Минерали» знаменовался новыми рекордами, интересными трассами и оглушительными победами. Подробности в сюжете Дмитрия Долматова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кроме ухабистой местности, дополнительные помехи участникам создавала погода. Из пяти гонок три прошли под проливным дождем. Однако гоночные машины, как и танки, грязи не боятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, о машинах. В рядах боевых напарников-гонщиков также не обошлось без дебютантов. Это уникальный гоночный автомобиль. Своеобразный гибрид Mitsubishi Volkswagen доступен пока лишь в единственном экземпляре. Несмотря на то, что машина находится в стадии разработки, она уже успела завоевать для своей команды призовое место. Количество гонщиков растет с каждым новым чемпионатом. В этом сезоне в кресле пилотов стартовали 112 спортсменов, что на 14 больше, чем в прошлом году. Но дальше будет еще масштабнее и интереснее, обещают организаторы. Я никогда не доволен прошедшим сезоном, потому что когда человек уже чем-то доволен, достиг всего. Учитывая, что есть планы, и на следующий сезон мы их уже озвучили. Это кубок Андрея Александрова, который пройдет в рамках Кубка Лиманов. Есть еще наработки, о которых мы не хотим сегодня говорить, для того, чтобы все-таки интрига на Кубке Лиманов была. Ну а золотой кубок в общем зачете завоевала киевская команда 482 ралли. Поздравление всем участникам передал и Виктор Янукович-младший, который с недавних пор занял пост главы Автомобильной Федерации Украины. Но лично на официальное мероприятие не приехал. Янукович-младший и сам известен как заядлый гонщик по бездорожью. Возможно, поэтому дороги в Украине больше походят на трассу для ралли. Дмитрий Долматов, Александр Шилетиков, Новая Одесса. И если для участников автомобильных гонок превышение скорости норма, то садиться за руль после бурных празднований непозволительно никому. Любители пьяной езды будут платить больше. С 14 декабря вступил в силу закон Украины, предполагающий усиление ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения. Водители, которые решились на поездку после рюмки, будут платить от 3 до 6 тысяч гривен. Или же их лишат права управления автомобилем на срок от 1 до 2 лет. Кроме того, новый закон допускает альтернативное наказание в виде административного ареста на срок от 7 до 10 суток. Рецидивисты будут лишены прав на 2-3 года с возмездным изъятием транспортного средства. Другой возможный вариант наказания – админарест от 10 до 15 суток с или без оплачиваемого изъятия транспорта. Третье правонарушение за год сулит горе-водителю лишение права управления транспортными средствами на срок до 10 лет с возмездным изъятием машины. Поэтому напоминаем, будьте аккуратны на дорогах. И оставайтесь с нами. Прямо сейчас узнаете о главных мировых событиях понедельника, а полная информационная картина дня на нашем канале, как обычно, в 9 вечера. До встречи. Число погибших при авиаударе кварталов города Алеппо возросло до 76 человек. Среди жертв инцидента – 28 детей и 4 женщины. Накануне правительственная авиация сбросила на контролируемую повстанцами часть Алеппо не менее 25 так называемых «бочковых бомб». В результате было разрушено множество зданий, сгорели припаркованные автомобили. Повстанцы призвали к эвакуации мирных граждан, работающих в государственных учреждениях, контролируемые правительствами Башара Асада, части Алеппо, и готовятся предпринять ответную атаку. Один из крупнейших городов Сирии стал местом ожесточенных боев между сторонниками и противниками президента, которые продолжаются с весны 2011 года. Два человека получили ранения после того, как вертолет ВМС США совершил аварийную посадку, перевернувшись при этом на бок. Инцидент произошел в районе города Миура в префектуре Канагава к югу от Токио. Информационное агентство Киода сообщило о двух пострадавших пилотах. Всего на борту находилось 4 человека. Причин случившегося пока не обнародовали, а по предварительной версии у вертолета была неисправна трансмиссия. Пожар, возникший в 25-этажном небоскребе Цзэнье Мэншэн в Гуанчжоу. На юге Китая пожарные не могли потушить полдня. За это время здание выгорело полностью. Для тушения было задействовано 58 бригад и 350 пожарных. На момент возгорания в здании находилось 20 человек. Их эвакуировали. Кроме того, были эвакуированы более полутора тысяч жителей близлежащих домов и отменены уроки в трех находящихся по соседству школах. Сгоревшее здание начали строить 18 лет назад как жилой дом. Позже строительные работы заморозили. Сооружение использовалось как гигантский склад для одежды и обуви. В провинции Лагуна к югу от столицы Филиппин, Манилы, пассажирский автобус упал со стакады скоростной дороги на проезжавший внизу автофургон. По данным местной полиции, в трагедии погиб 21 человек. Около 20 получили ранения. Пострадавших направили в больницы. По словам врачей, угрозы их жизни на данный момент нет. Причины случившегося выясняются. В столице Швеции, Стокгольме, антифашистская демонстрация завершилась столкновениями. В акции принимали участие более 200 человек. Многие из манифестантов были с детьми. В ходе митинга на участников внезапно напала группа, состоящая приблизительно из 40 нацистов. Они стали бросать в антифашистов камни и бутылки. В результате инцидента пострадали 5 человек, в том числе двое полицейских. Полиция Стокгольма задержала 28 нарушителей порядка. Согласованная с властями демонстрация была организована в знак протеста против граффити нацистского характера, которые стали появляться на улицах города. Спасательные службы сектора газа эвакуировали более 40 тысяч человек из районов, потопленных после нескольких дней дождей. Из-за непогоды в южной части сектора газа травмированы свыше 100 человек. Несмотря на улучшение погоды, спасатели продолжают эвакуировать население, откачивать воду из переполненных водохранилищ, земляные стены которых могут не выдержать давление. Материальный ущерб предварительно оценивается в 60 миллионов долларов. В газу направлена крупная партия гуманитарной помощи, которую согласились пропустить через границу израильские власти. В Германии окончательно сформировался кабинет министров из представителей правящей коалиции, ХДС, ХСС и СДПГ. Коалиционное соглашение позволит Англии Меркель сохранить пост канцлера. Вице-канцлером и министром экономики станет лидер социал-демократической партии Зигмар Габриэль. Главной неожиданностью стало назначение бывшего министра труда Урсулы фон дер Ляйен главой Министерства обороны. Она станет первой в истории Германии женщиной, назначенной на этот пост. К присяге новое правительство приведут 17 декабря. На президентских выборах в Чили победила кандидат левых сил Мишель Бачилет. Она набирает 62,2% голосов. Кандидат отправящего консервативного альянса за Чили Эвелин Матей уже признала свое поражение. Действующий президент страны Себастьян Пиньера также поздравил Мишель Бачилет с победой по телефону. Бачилет в 2006-2010 годах уже занимала пост главы государства. До недавнего времени она являлась исполнительным директором структуры ООН «Женщины». Однако решила вернуться в большую политику. В приторе открыли памятник первому чернокожему президенту ЮАР Нельсону Манделе, скончавшемуся в начале декабря 2013 года на 96-м году жизни. Девятиметровая статуя Манделы установлена у входа в здание правительства. Церемония прошла на следующий день после похорон Манделы и ознаменовала окончание 10-дневного траура по нему. При этом открытие памятника совпало по времени с отмечающимся в ЮАР в 16 декабря днем Единения нации, символизирующим конец режима апартеида. В одной из больниц Лондона скончался знаменитый британский актер Питер Отул. Актер ушел в 82-й год. Причину смерти его агент Стив Кеннис не назвал, сказал лишь, что Отул некоторое время был болен. В кино актер не снимался с 2009 года. Мировую известность ему принесла роль британского шпиона в фильме «Лоурон Саровийский» 1962 года. Интересно, что Отул рекордный 8 раз номинировался на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», но ни разу этой награды не получил. В 2003 году ему все же вручили золотую статуэтку, но не за актерскую работу, а за вклад в развитие кино. Ямайский бегун Усейн Болт во время своего визита в Аргентину принял участие в выставочном забеге. Причем его соперником стал автобус. Обогнать этот транспорт для титулованного спортсмена труда не составило. Уже на первых метрах забега Болт понял, что движется в два раза быстрее транспортного средства, поэтому снизил скорость и бежал прогулочным шагом. В итоге спортсмен финишировал на метр впереди машины, после чего пожал руку водителю. Напомним, благодаря потрясающим результатам, которые показал спортсмен на Олимпийских играх в Лондоне, он стал первым бегуном в истории, сумевшим выиграть на дистанциях 100 и 200 метров на двух Олимпиадах подряд. Папа Римский Франциск приветствовал всех собравшихся на площади Святого Петра, где зажгли рождественские огни на 25-метровой еле весом 7 тонн. Это международное дерево. Оно выросло рядом с границей между Германией и Чешской Республикой, сказал понтифик, встречая делегацию паломников из Баварии. Традиция устанавливать рождественскую елку на площади Святого Петра в Ватикане появилась в 1982 году во время Иоанна Павла II. Ежегодно еле Ватикан ударят разные страны. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Как сообщают синоптики, во вторник, 17 декабря, в Одессе в течение дня будет облачно. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 776 миллиметров штутного столба. Относительная влажность воздуха 80%. Температура воздуха ночи от нуля до одного, днем от одного до трех градусов со знаком «плюс». Это Сергей Петрович. И он очень любит свой старый автомобиль, который подарил дочери. А это дочь Сергея Петровича Лена. И она хочет научиться водить. Сергей Петрович застраховал свою машину с помощью нового полиса «Мини-каска», потратив при этом всего 900 гривен. Новый полис «Мини-каска» от страховой компании «Теком» для старых автомобилей по цене автогражданки. Страховая компания «Теком». Уверенность в квадрате. 719 05 55.